Всем привет! Я побывал в городе Берн, в Швейцарии, и сегодня я покажу вам достопримечательности города и прогулку по городу. В общем, все видео и фотографии, которые я сделал в городе Берн. Бернский трамвай – один из видов общественного транспорта в Берне. В Берне трамвайная сеть состоит из трех маршрутов и является самой маленькой трамвайной сетью в Швейцарии, если не считать трамвай Рифель-Альп. Бернский трамвай и другие виды городского общественного транспорта в Берне эксплуатируются организацией Бернмобил. Дата открытия трамвая – 1 октября 1890 года. Сначала был пневматический трамвай. С 1902 года – электрический трамвай. Число маршрутов – 5 городских и 1 междугородний. Основные типы подвижного состава – сочлененные восьмивагонные трамваи серии БЕ-8.8 и низкопольные трехсекционные сочлененные трамваи серии БЕ-4.8 комбино на городских маршрутах. Ширина колеи – 1000 миллиметров. Ширина колеи – 1000 миллиметров. Линия троллейбуса Берн является частью сети общественного транспорта в городе Берн, Швейцарии. Введена в эксплуатацию в 1940 году. Троллейбусная сеть сегодня состоит из трех линий. 3 декабря 1939 года изобретатели Берна решают ввести троллейбус как третий вид городского общественного транспорта. Из-за высокой загруженности в час пик движение по линии 20 усилено линией 18 между станцией Берн и Вулерег. Эта дополнительная услуга предоставляется дизельными автобусами. Подвижной состав включает автомобили семейства ХЭС СВАЗИ ТРОЛЕУ. Старый город. Значительная часть зданий в данном районе построена в 13-14 веках. Первые сооружения здесь появились примерно тысячу лет назад, а поселения были на территории уже в эпоху Неонолита. Наиболее известное здание старого города – кафедральный собор, средневековая башня с часами, действующий мост. В этом районе находится свыше ста фонтанов. Каждый из них является настоящим произведением искусства. Прогулки по старому городу напоминают о временах, когда тот превращался в неприступную крепость, но выглядят древние здания очень уютно. В средневековых домах находятся кафе, рестораны, сувенирные магазины, кондитерские лавки. В старом городе можно попробовать блюда местной кухни, встретить европейских, американских, азиатских кинозвезд, которые обожают пернскую аутентичную атмосферу. Я ходил по городу, по старому городу, мне очень понравилось, красивые мосты, фонтаны. И также я зашел в кафе и посидел и посмотрел из окна на город, очень красиво. Рекомендую съездить, если будет такая возможность. Голландская башня Голландская башня была построена в 1256 году в качестве третьего оборонительного пояса города. Созданный в 1345 году четвертый оборонительный пояс сократил военное значение башни, а с 1530 года башню разрешили использовать в гражданских целях. Долгие годы ее занимали кузнецы и оружейные мастера. Из этой башни уходили на голландскую службу бернские офицеры, вследствие чего за башней закрепилось такое название. Однако это имя появилось не сразу, оно упоминается только с 1896 года. Старое название Рауха Том Курительная башня Было следствием привычки офицеров, скрываясь от людей, курить в башне, а курение в Берне было запрещено. Последняя реконструкция башни проводилась в 1939 году. Субтитры создавал DimaTorzok Я пришел к часовой башне. Это сложная конструкция с движущимися автоматами. Башня с часами является одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы Швейцарии. Она была построена в 13 веке и служила одновременно тюрьмой и охранной башней, фактически неизменная с момента своего строительства почти 8 веков назад. Башня имеет гигантские астрономические часы. За 4 минуты до каждого часа начинается представление механических фигур. Кроме того, часы показывают положение планет Солнечной системы и лунный календарь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Федеральный дворец. Здание в центре Берна. Место созидания главных руководящих органов страны. Федерального собрания и Федерального совета. Дворец был построен в 1894-1902 годах по проекту швейцарско-австрийского архитектора Ганса Ауэра. Доржественное открытие состоялось 1 апреля 1902 года. Здание Федерального дворца относится к числу самых молодых достопримечательностей Берна. На строительство была затрачена весьма круглая сумма в 7 миллионов франков. Предмет бурных дискуссий на первых заседаниях парламента в свежеотстроенном здании. В отделке широко использовался местный зеленый известняк, так что здание внешне получилось очень свежцарским. В 2006-2008 годах Федеральный дворец прошел масштабную реконструкцию и теперь предстает перед туристами в сверкающем новом виде. Первое упоминание о городе датировано 1208 годом. Ученые сходятся во мнении, что сам город был заселен еще во времена кельтов в Железном веке или так называемом Латенском периоде. Обнаруженные кельтские поселения относятся к концу 2 века до н.э. Также здесь было найдено множество захоронений раннего средневековья. Во времена Древнего Рима здесь располагался Галлоримский квартал, который с течением времени был заброшен. 165-211 год до н.э. Официально город был основан в 12 веке. Бургундским королем Бертольдом V. А годом основания указан 1191 год. Регион быстро разрастался. В те времена носил неофициальное название «Богатый». После смерти короля владения перешли к императору Фридриху II. А сам Берн получил статус имперского города. В 1353 году он объявил о полной независимости от политической и финансовой жизни империи. За свою свободу местным жителям пришлось сражаться на протяжении 35 лет. Только в 1389 году империя признала независимость Берна. Концертный зал-казино, построенный в 1909 году. Один из главных культурных центров Швейцарии. Это не место для любителей азартных игр. Это место, где проходят мероприятия, устраиваются концерты камерной и классической музыки, и организуются сольные выступления местных и зарубежных знаменитостей. Фонтан-пожиратель детей. Фонтан-пожиратель детей был построен в 1546 годах Гансом Гиенгом на месте деревянного фонтана 15 века. Сначала фонтан носил имя Платенс-Брунин. Фонтан на площади. А в 1666 году впервые упоминается текущее название. Каэндли. Это уменьшительно ласкательное от немецкого слова каэнд, означающее ребенок. Поэтому буквальный перевод названия Каэндлиф Рессер Брунин будет фонтан пожирателя маленьких детей. Скульптура фонтана это сидящий людоед, пожирающий маленького голого ребенка. Рядом с ним находится сумка с еще несколькими детьми. Поскольку людоед носит остроконечную шляпу, похожую на европейскую национальную шляпу того времени, было высказано предположение о том, что людоед изображает еврея как выражение кровавого навета на евреев. Другая теория заключается в том, что статуя похожа на Крампуса. Звероподобное существо из фольклора альпийских стран, которое, как считается, наказывало детей во время Рождества, которые плохо себя вели. Согласно другим теориям, это изображение греческого бога Краноса, который ест своих детей, или римского Сатурна, который ест месяцы. Но в этом случае у Краноса должно было быть 6, а у Сатурна 12, а не 8 скульптур. Мост Карнхаус. Автомобильный мост в швейцарском федеральном городе Берн. Он охватывает долину реки Ааре и соединяет старый город с северными районами Альтенберг, Шпиталакер и Брайтенрайн в районе 5. По нему ездят частный транспорт, трамвай и автобус. Я проехал на трамвае по этому мосту. Полная длина моста 382 метра. Ширина 12,5 метров. Начало строительства моста сентябрь 1895 года. В 15 веке город пережил сильнейший пожар, который практически стер его с лица земли. Местные жители, восстанавливая город, отказались от деревянных построек, заменив их фахферковыми домами и зданиями из песчаника. В 18 веке Берн находился под оккупацией французских войск, потеряв часть своих земель. А в 1848 году был объявлен резиденцией парламента Швейцарии и стал фактической столицей этого государства. Современный Берн считается одним из привлекательных городов Старой Европы и ежегодно привлекает туристов, в частности, на горнолыжные курорты Альп. Лучшее время для посещения Берна В Берне преобладает континентальный климат, сухая и холодная зима и прохладное влажное лето. Благодаря защите Альп, зимой температура здесь редко опускается ниже минус 4 градуса, а летом не поднимается выше плюс 25. Берн приятно посещать зимой, когда выпадает снег и город наполняется атмосферой Рождества и магией. Летом это отдельное направление для путешественников, предпочитающих много гулять пешком. Единственное предупреждение – май и август – самые дождливые месяцы в году. Учитывайте это при планировании гардероба. Я был осенью. Очень красивые деревья в желтой листве. И я был в городе, когда не было дождя. Было очень красиво, сухо и можно было прогуляться пешком. И я был в городе, когда не было дождя. Фуникулер Марзилибан был предложен комитетом из семи бернских предпринимателей, получивших восьмилетнюю лицензию на эксплуатацию от Федерального собрания Швейцарии 13 декабря 1884 года. Строительство началось в марте 1885 года и было завершено в спешке, чтобы дать возможность начать работу 19 июля 1885 года, чтобы совпасть с открытием фестиваля швейцарских стрелков в Берне. Первоначально гусеницы имели длину 112 метров, 122 ярда и перепад высот в 31 метр 34 ярда. Машины были водной. Цистерна в верхнем вагоне была заполнена до 3,5 тонн, 3,4 длинных тонны, 3,9 коротких тонны. Воды из городского ручья. Эта машина, будучи тяжелой, затем тащила другую вверх по склону, после чего вода сливалась и процесс повторялся с другой машиной. Таким образом, можно было перевезти до 30 человек. Спуск контролировался оператором на передней платформе верхнего вагона, который общался со своим коллегой в нижнем вагоне с помощью сигналов звонка. В 1974 году линия была переведена на электрическую и поставлена в третье поколение автомобилей. Оба автомобиля второго поколения сохранены. Один в Швейцарском музее транспорта в Люцерне, а другой рядом с нижней станцией линии. Музыка. 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 Сад Роз. Россингартен. Откуда открывается потрясающий вид на столицу Швейцарии со смотровой площадки. Этот удивительный сад расположен на месте старого кладбища, возник в конце 18 века. Здесь летом распускаются несколько, порядка 28 разновидностей рододендронов, около 200 видов роз и ирисов. В парке можно отдохнуть, насладиться благоуханием цветов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внутри длинного перехода к зданию от вокзала сохранились остатки крепостного рва и стены 15 века. Самым древним сооружением здесь являются остатки городских ворот Святого Кристофора 12 века. Их можно увидеть в подземном переходе к трамваям от вокзала. Самые большие и хорошо сохранившиеся куски у выхода на перрон – трамвая 3. Там же на стене старинный план города, история ворот, старинные гравюры, изображающие город и статуя самого Святого. Здесь же находится часть фундамента одной из башен, стоявших в прежние времена на границе города. Это башня Святого Кристофора 14 века. Башня была построена в период с 1344 по 1346 год, в старой части города, рядом с церковью Святого Духа. Первоначально она была украшена огромной фигурой Святого, выполненной из липы. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!